Не секрет, что система обязательного социального медицинского страхования в последнее время вызывает немало критики. А жалобы пациентов на постоянные очереди и низкое качество обслуживания в государственных клиниках уже давно стали привычным делом. Все чаще казахстанцы пользуются платными услугами врачей, но в это время финансовые потоки продолжают поступать в фонд медстрахования. Глава государства Касымжимар Токаев в послании озвучил главные проблемы сферы здравоохранения и пути их решения. Президент отметил, что несмотря на реформу в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего. Выводы из проделанной работы глава государства делает неутешительные, а именно констатирует тот факт, что страховая модель медицины не состоялась. Очевидно, что весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно. Поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования. Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированные государством и страховой пакеты. Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это большое укущение. Необходимо, наконец, запустить систему добровольного медицинского страхования. Эксперты не могут не признать того факта, что проблемные вопросы в работе системы имеются. Так, число незастрахованных казахстанцев довольно внушительно, а это результат недостаточно эффективной комплексной работы уполномоченных органов. Но теперь на первый план выходят вопросы организации медицинской помощи, уровень менеджмента внутри самих клиник, правильная маршрутизация пациентов. Наряду с дальнейшими перспективами развития медстрахования остаются вопросы, из-за которых фонд часто подвергается критике. Прежде всего, хочу обратить внимание на охват населения системы УСМС. Несмотря на то, что мест страхования в Казахстане работает с 2020 года, а платежи на УСМС являются обязательными для всех, порядка 3,2 миллиона человек до сих пор остаются незастрахованными. За чуть более чем полгода фонд в отношении поставщиков медуслуг выявил более 800 тысяч дефектов на сумму 11,8 миллиардов тенге. В том числе 28 тысяч неоказанных услуг пытались продать, то есть выставить фактически предоставленными пациентам. По словам Айдына Ашуева, к медорганизациям впредь будут ужесточать требования. Не является исключением и Восточно-Казахстанская область. Здесь поставщики, зарегистрированные в системе УСМС, также допускали нарушения, выявленные экспертами филиала фонда в процессе мониторинга. С помощью проактивного мониторинга, который проводится над сотрудниками нашего филиала, за текущий период было выявлено 5 518 потенциальных дефектов, что на 24% больше, чем в прошлом году. По результатам текущего мониторинга за отчетный период экспертами филиала фонда выявлено 27 тысяч дефектов. С учетом штрафов сумма составила 485 миллионов тенге. Хотелось бы отметить, что у нас имеется также прирост случаев так называемых приписок и за отчетный период у нас составила цифра 1251. В целом система должна претерпеть ряд изменений. И теперь, как поручил в ходе послания глава государства, правительству предстоит ни много ни мало пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы. Анна Муцебулал, так парад.